Безопасность пассажиров. Ее проверили на станции Соколовская в ходе очередного планового рейда. Адрес этот был выбран не случайно. Здесь в начале июня под колесами электрички погиб мужчина. Рейд совместно с представителями Щелковской администрации провели сотрудники административно-пассажирской инспекции Минтранса региона. Проверяющими было отмечено, что переходы через железнодорожные пути нуждаются в ремонте. Деревянные настилы во многих местах находятся в неудовлетворительном состоянии. Они в дождь и особенно в холодное время становятся скользкими. В отношении этого перехода, что бы вы могли сказать? Удобно вам здесь переходить? Да не очень. Во-первых, он довольно-таки хлипкий такой. Особенно пожилым людям по нему очень трудно передвигаться. И зимой он очень сильно обмерзает. Даже в какой-то небольшой низкой температуре он очень скользкий. Помимо состояния переходов и платформ, важной составляющей транспортной безопасности для пассажиров остается их собственное внимательное отношение к дорожной ситуации. Как минимум, реагирование на приближающийся поезд. Во-первых, надо быть внимательнее. Соответственно, перед переходом по переходу нужно убедиться в том, что поезда нет. Это во-первых. Во-вторых, мы бы, конечно, хотели, чтобы переход был оборудован светошумовой сигнализацией, чтобы было, если поезд приближается, чтобы было слышно, видно, то есть горел красный свет, чтобы люди понимали, что переходить опасно. Рейд носил в том числе и информационную направленность. Пассажирам раздавали листовки, напоминающие о необходимости соблюдать правила безопасности дорожного движения при пользовании пассажирским транспортом. Проверяющие направят информацию о замечаниях в организацию, которая занимается их устранением, Московскую дирекцию инфраструктуры РЖД. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...